Здравствуйте, дорогие друзья. Снова недельная глава о шлах, снова изучение ситуации с разведчиками. Слишком уж серьезная была ситуация, отразилась для нас. Казалось бы, вообще-то речь идет о всех этих поражениях. Это не наше, потому что это было много лет назад. Но оказывается, что все это очень актуально для нас. И начинается с того, что слово вообще испытание, что это происходило, обратите внимание, самые любимые персонажи Бога, они все время под испытаниями. И Бог как бы пытается нам объяснить, что этот мир, это мир испытаний. Ты сюда приходишь для этого. И слово испытание на иврите, не союзно, означает быть поднятым. То есть испытание является не наказанием, как нам всегда кажется, а возможностью для испытуемого подняться и возвыситься. А для этого мы приходим в мир. Понимаете? То есть человек, который ждет на земле тихой жизни, спокойной, он, оказывается, идет против того, для чего он вообще пришел в этот мир. Написано в Кабале, что Бог не хотел, создав человека, награждать его, то, что называется хлебом стыда, бросая ему незаслуженные подачки, которые только унизили бы достоинства созданного великого произведения, человека. И вместо этого ему предоставляется возможность выбора между добром и злом. И это колоссальная вещь, которая богоподобная вещь, потому что только человек может различить, во-первых, а во-вторых, выбрать. И выбирая добро, человек заслуживает награды. Заслуживает благословения в жизни для себя, для своих потомков, следующий и так далее. Это такая многоступенчатая работа такая. А чтобы добро и Тора не выбирались, что называется, от себя, нам нужен компас для следования. Этим компасом является Тора, в котором все это описывается. И поэтому нам все время Тора, обратите внимание, она полна рассказов, всяких героев. Рассказы не только о великих победах. Очень много героических и горьких поражений, самым большим из которых является поражение человека в борьбе с собственными слабостями. Об этом идет речь в Торе. Эти поражения зато приносят нам драгоценные уроки мудрости для человека, который совершает и для поколений. И наша недельная глава, она открывает одну из самых горьких и трагических историй, еврейской истории жизни. Тем ценнее урок, который она нам преподносит, тем больше нам надо изучать, и так короткая, но ставшая для нас подлинной трагедией история о разведчиках. Она учит нас несложным, но неоценимо важным вещам. Человеку и народу свойственно желание взглянуть в зеркало и посмотреть на себя со стороны. Это понятно. Не брать народ, берите человека легче так. Перед нами две возможности. Выяснить, что человек представляет себе в глазах других людей или народов, и сверив себя с законом, с торой, так сказать, посмотреть в зеркало можно еще и Всевышнего. То есть, перед кем мы хотим что-то делать? Перед Всевышним или перед человеком? Это две большие разницы. В первом случае, если перед людьми, ну все, предрешено. Если будешь в время казаться кому-то хорошим, кому-то там это все, для того, кто принимает решение от того, как он в глазах окружающих там будет, и народу, и людям, нельзя разорвать этот порочный круг. Чем больше будешь смотреть в кривое зеркало, тем больше будешь похож на козявку. Что они сказали разведчики? Мы были похожи на кузнечиков в их глазах. Откуда вы знаете, как мы были в их глазах? И еще. Однажды, один из ближайших хасидов Балшемтова пришел к Рэбе, и Рэбе ему говорит, у тебя отсутствует вера. И тот озадачен, он не понял, что имеет в виду Рэбе, почему. И Балшемтов объяснил ему, Всевышнему ты веришь, но у тебя недостаточно верить в свои возможности. И Балшемтов сказал, сказанное в Талмуде, в трактате Сата, что привело разведчиков, посланных Маше, которые накануне своей миссии были такими великими праведниками, сказано в Торе, они были праведники, что привело их к падению? Неуверенность в своих возможностях. Дело в том, что их вера в Бога не была стопроцентной. Тот, кто не верит в свои возможности, он подтверждает как бы этим недостаточную веру во Всевышнего. И слова, которые были сказаны, повторяю, мы были как кузнечики, повлияли на то, как они выглядели в глазах местного населения. Но еще уже у нас есть время. Есть знаменитая в 1550 году книги Клия Карр. Указывается еще главная причина неудачи. Несмотря на то, что в экспедиции принимало участие так много народу, в составе не оказалось ни одной женщины. Если бы вожди народа следовали воле Бога, они бы обязательно подключили к делу представителя прекрасного пола, который умеет любить землю гораздо больше, чем мужчины. Так написано в этой книге. Она написана на этой горе, громили их, так сказать, и когда в этой недельной главе сказано о непослушавшихся Бога. И после этого сразу что говорит Бог? Скажи нам, Израиль, после поражения, после битвы, теперь пойдешь, вот такая-то будет митцва. И какой урок здесь величайший написано? Сразу после описания трагедии нашего народа, сразу после приговора всему поколению. После войны, после гибели пишет «Надо новую митцву». У каждого случаются периоды слабости, неудачи, падения. И самое главное приходит потом, а не во время. Нужно вовремя встать и вернуться, вернуться к туалю, вернуться к служению. Семь раз пойдет «Праведник» написано и потом встать. Поэтому все будет хорошо, надо только верить. Браховы от слыха. «Надо новую митцву» «Надо новую митцву». «Надо новую митцву»